Доля риэлторов в продаже даже не падает, а растет. Придется инвестировать в продвижение. Кризис это всегда точка перелома при распределении рынка. Сервисы будут становиться удобнее, быстрее и самое главное большинство из них будут бесплатные. Михаил, привет! Сережа, привет! Сначала давай поговорим о будущем. Рынок недвижимости сейчас все больше погружается в цифру. На твой взгляд, насколько динамично сейчас происходит этот процесс и какую роль в нем играют классифайды? Самое главное, хотелось бы узнать твое видение, как в целом изменятся технологии сделок через 5-10 лет. Ну смотри, наверное, ключевая история, что мы начинаем уходить от просто классического классифайда, когда риэлтор подает объявление и получает звонки. Мы стараемся обогатить все большим количеством полезных инструментов и сервисов нас. Ну вот расскажу про пользу для наших любимых клиентов, для риэлторов. Например, циан это не только про то, чтобы подать объявление, это еще, например, про оценку. Можно посмотреть на диапазон оценок, размещая объявление, оценить объект или когда риэлтор делает подбор объекта, посмотреть. Понятно, что это оценка на основе цены экспозиции, там есть диапазон, но тем не менее коридор она задает. Вторая история полезная для продвижения бренда риэлтора, потому что у нас есть каталог риэлторов, где риэлторы могут себя разместить и у нас есть сервис заявки, при котором продавцы, когда хотят продать и приходят на циан, могут оставить заявку, хочу воспользоваться услугой риэлтора. Есть история с журналом и у нас там есть разделы с экспертными блоками, такими как вопросы-ответы, где риэлторы бесплатно отвечают на вопросы потенциальных покупателей-продавцов, а те потом их берут к себе на услугу. И таким образом самые умные продвинутые риэлторы циан бесплатно получают дополнительные лиды. И вот, кстати, если вы не пользовались сервисом вопросы-ответы, попробуйте. Есть такой же сервис блоги. У нас, кстати, вот те риэлторы, которым есть что сказать миру, пишут интересные статьи и материалы. И там интересный момент есть, некоторые статьи в этих блогах набирают больше органическим путем охватов, чем наши редакционные статьи, которые пишет редакция циан журнала. А там человек написал пост и опять же он получает охваты, брендинг и так далее. У нас есть программа «Работаю честно». Это программа, связанная с модерацией. Если риэлтор размещает, прошел идентификацию, размещает качественный контент, он идет по уровням и получает дополнительный брендинг на циан. То есть, у нас, отвечает твой вопрос, сильно шире за последние годы стал функционал. И вот в прошлом году мы добавили программу «Зарабатывай сам». Это возможность для риэлтора или агентства недвижимости присоединиться к нашей программе выплаты и вознаграждения комиссионного и получать его за проведение электронной регистрации. То есть, можно зарегистрировать сделку между продавцом и покупателем через САН, электронную регистрацию. Можно получить комиссию за ипотеку от банков-партнеров через программу «Заработай САН». И в новостройках можно получить от наших девелоперов-партнеров комиссионное вознаграждение. Поэтому САН сейчас уже гораздо больше, чем просто Classified. Он дает гораздо больше удобных сервисов, инструментов для наших любимых риэлторов, чтобы они вели более эффективный бизнес. Сделки сами все-таки как изменятся через несколько лет? Можно ли говорить о том, что полностью процесс перейдет в цифру, то, о чем ты сейчас говорил? Ну, смотри, вот точно можно сказать, что электронные регистрации очень большими темпами уходят в онлайн. Раньше это было МФЦ нотариус, сейчас мы считаем, что мы с нашими любимыми партнерами и вместе с консервными банками образовываем и развиваем рынок. Мы не столько конкурируем, сколько мы всех вместе переводим в цифру, электронную регистрацию. Сейчас все пользуются больше услугами банков, ЦАНа и других сервисов, кто предлагает электронную регистрацию, например. Это очень сильно заметно с точки зрения проникновения сервиса. И через несколько лет это будет практически наверняка в цифре. Сама услуга, наверное, нет, потому что мы верим в риэлтора. И здесь интересны цифры. Последние годы доля риэлторов в продаже даже не падает, а растет. И доля риэлторов в сделках купли-продажи 80%. 80+, по разным оценкам, там нет точной метрики, потому что это такая косвенная история, потому что не все сделки регистрируются, нет единого момента. Но доля риэлторов очень высокая. Это означает, что сама по себе услуга риэлторская, она востребована в том виде, в котором есть сейчас. То есть нам в любом случае нужен эксперт, некоторые называют его project-менеджером по-разному, который проводит продавца, иногда покупатели через весь процесс сделки. А вот количество инструментов, которые помогают, как мы сказали, электронной регистрации. Вот недавно я рассказал, там, как ЦАН, да, какие сервисы дают. Вот эти сервисы активно развиваются. То есть риэлтор, по большому счету, через несколько лет получит полный набор удобных диджитал инструментов, сервисов, которые ему помогают быстрее коммуницировать с клиентом, быстрее проводить ему из смартфона, провести ему электронную регистрацию, там полностью с ним коммуницировать и так далее. То есть в этой области как раз, да, диджитализация очень активно идет. Но живое общение никогда не заменят. Но скорее, наверное, потому что то даже дело не в живом общении, а в том числе, что действительно мне нравится определение Сережи Саяпина из простора дал отчасти агенту, риэлтору, как project-менеджеру некому, да, который несколько процессов взаимосвязанных увязывает, контролирует. То есть тут скорее история, что все-таки купить, ну, продать, купить недвижимость, это не такси заказать, да, одной кнопкой. Это сложный процесс, много рисков, много подводных камней, там все нужен эксперт. Вот, поэтому тут живого человека, ну, такого эксперта заменить очень сложно. Сейчас наша отрасль постепенно входит в рынок покупателя, ставки по ипотеке растут, у застройщиков увеличивается процент нераспроданного жилья. С твоей точки зрения, что поменяется в повседневной работе классифайдов и агентов, риэлторов в ближайшее время? Ну, смотри, в работе классифайдов ничего не поменяется, потому что классифайд – это вот рабочий инструмент риэлтора, что в хорошие времена, что в непростые. И вот прошлый год, наоборот, 23-й год был рекордным, да, и прошлой весной, вернее, весной 22-го года, помните, когда началась спецоперация, и звучали разные прогнозы, что рынок рухнет, цены на 50% рухнут. Никто бы, наверное, не мог бы положить, что меньше, чем через полтора года, там, в августе-сентябре 23-го года будут побиты ипотечные рекорды и рекорды по сделкам 21-го года, которые считали все самым крупным. Поэтому прошлый год был роскошный у рынка, и у рынка продажи, и у рынка ипотеки, и у рынка аренды, и у рынка новостроек. Сейчас, да, идет охлаждение рынка. Это означает, что для классифайда ничего не изменится, мы как были инструментом, так и будем. Для, если говорить о совет для, там, риэлторов, да, агентств недвижимости, понятно, что, к сожалению, это больно осознать, но придется осознать, что выручка будет меньше, а для того, чтобы получать хотя бы приблизительно то же количество звонков или лидов, придется инвестировать в продвижение. То есть такая более болезненная ситуация, выручка меньше, расходов инвестиций больше, но это просто реальность. Но, надо сказать, так было, так происходит регулярно. 20-й год был таким, 22-й, 24-й. Не хочется, конечно, видеть, что какие-то... А вот в 21-м, в 23-м было легче. К тому, что это часть работы. За черной полосой следует белая, за белой черная. Вот. И мне кажется, все уже привыкли. Вот. Хотя, наверное, все бы хотели, чтобы только была одна белая полоса, и рынок обновлял рекорды каждый год, но мы понимаем, что это невозможно. Поэтому ничего страшного не произойдет, просто нужно правильно настроиться. Плюс, наверное, еще важный момент, мы это видим, ну вот, яркий, да, 20-й, в 20-м, причем они одинаковые были по срокам. 20-й год, 1-й, 2-й квартал, это ковид, 22-й год СВО, да. И мы видели, что там есть, например, точно фактор, о котором можно сказать, что на самом деле есть такая поговорка, да, что в кризис богатый становится богаче, а бедные беднее. Вот. То же самое работает на рынке. Крупные компании, серьезные, усиливают свои инвестиции и забирают доли рынка. А вот те, кто запаниковал, закричал, все, там, ухожу из профессии, там, или там звонки упали, я тогда тоже сокращаю свою активность, они себя обрекают на спираль падения. И вот это тоже заметно. Поэтому на самом деле, если говорить, что этот год готовит, например, с точки зрения структуры рынка, скорее всего, лидеры рынка и крупнейшие агентства, крупные, средние, те, кто не испугаются и продолжат наращивать долю, они преуспеют, а те, кто запаникуют, сразу нажмут на тормоза, скорее всего, позиции потеряют. Это точно факт, вот, которым тоже надо быть готовым. Поэтому, там, резюмируя, выручка меньше, инвестиции больше. И вторая история, рынок заберут те, кто на нем останутся, кто сделает большую ставку. И, кстати, многие компании, это не только в риелторском рынке, но в риелторском тоже много примеров, я знаю, начиная с 2008-го, 98-го, многие компании именно в кризис как раз сделали большой ход и заняли лидерские позиции. Вот, я не буду называть имен, я просто знаю конкретные кейсы, когда именно там 98-й, 2008-й, 14-й, даже 20-й, 22-й были поворотными периодами, когда какая-то компания начала набирать обороты. Потому что всегда происходит, кризис это всегда точка перелома при распределении рынка. Вот. Будем надеяться, что о кризисе, там, это слово произносить не хочется, да, но спад мы точно понимаем, будет, он уже идет, он уже начался в декабре, понятно, что кредиты там под 10 процентов, ипотека под 10 или под 18, это разница, вот, и это точно не может не сказаться на рынке. Исторический цен всегда был больше ориентирован на риелторов, в последнее время, тем не менее, все больше застройщиков используют вас, как один из основных каналов продаж. А почему, собственно говоря, такая тенденция возникла, да, и нет ли здесь конкуренции между застройщиком и агентом, который продает жилье на первичном рынке? Ну, смотри, на самом деле, исторически мы чем гордимся? Мы первыми среди классифайдов в 2015 году запустили раздел для девелоперов с каталогом ЖК, с тогда инновационной оплатой за звонки, которые сейчас на рынке новостройки являются нормой, мы это сделали еще в 2015 году, уже 9 лет назад, это было там в марте или весной 2015 года, то есть, на самом деле, давно вертикально. В целом, ты прав, да, цен начинался как чисто, мы же рождены в 2001 году, как риелторская площадка, но в 2015 году мы добавили раздел, и сейчас у нас такие два крыла, на которых мы стоим, как раз это риелторский и девелоперский бизнес, вот, с точки зрения там и доли выручки, и в том, как рынки устроены, и с нами работает там 90% плюс там девелоперов столиц, вот, и в регионах там тоже очень высокое проникновение, вот, и тут нет конкуренции, тут есть другая история, что поскольку в фигменте новостроек оплата за звонки, там бенчмарком является стоимость звонка в контексте, вообще рыночная стоимость звонка, и она сильно выше, чем так, которым риелторы привыкли на вторичном рынке, и вот здесь, да, поскольку есть средняя стоимость звонка, мы не против, кто ее платит, девелопер или риелтор или брокер, другая проблема, что риелтор и брокер не могут, о чем они жалуются, да, часто соревноваться с девелоперами с точки зрения их бюджетами, но здесь с аляви, здесь как бы все честно, это просто в одну, это одинаковые условия для всех игроков, потому что звонок в новостройке, он от покупателя, да, он также ценен как для девелопера, так и для брокера, да, и кто за него готов платить, тот его и получит, и это принципиальное отличие от части вторичного бизнеса, где исторические риелторы размещают объявления, да, оплачивают за бивны. Ты в самом начале интервью уже рассказал частично о новых опциях от ЦАНа, хотелось бы услышать, какие новые опции появились у ЦАН за последние месяцы, вот, собственно говоря, чем можно сейчас похвастаться, и какие планы на год текущий в части внедрения новых продуктовых решений. Многих интересует, как отреагируется на развитие рынка посуточной аренды, в частности, вот хотелось бы об этом тоже поговорить. Да, это интересно. Ну вот прямо из самых свежих запусков осень, буквально осень 23 года, мы серьезно обновили раздел с аналитикой в личном кабинете, и тут я уважаемых партнеров, риелторов призываю, кто еще не ознакомился, посмотрите, там классно изменяется статистика и со звонками, и другие аспекты статистики, это важно. Мы, кстати, ну это уже событие лета, дали возможность подключаться к ЭДО и получать через электронный документооборот документы, и вот одна из самых свежих продуктовых запусков, это рассылка по избранному. Вот, этот продукт, с которым риелторы уже знакомы, вот, и сейчас самое приятное, она у нас бесплатная, это у нас такой промо-период, вот, этой услугой можно пользоваться бесплатно, это прям из самых свежих запусков. Но главными, как я уже говорю, главным запуском прошлого года мы считаем, это как раз программа «Заработай сам», когда риелторы получают комиссионные вознаграждения, проводя через нас электронную регистрацию, ипотеку или новостройки. Это вот главный запуск, такое главное событие, которым мы гордимся, вот, продуктовое. Что касается 24 года, ну, у нас, в принципе, есть базовое правило, мы не говорим, мы любим, мы не хвастаемся будущим, да, мы рассказываем по факту о запусках, поэтому от нас редко можно услышать какие-то анонсы, мы всегда рассказываем только после того, как мы раскатили в рынок продукт, вот, с точки зрения посуточной аренды. Здесь интересный момент. Мы саму «Вертикаль» запустили в 2015 году, тоже вот я упоминал новостройки, но долгие годы мы ее не развивали, ну, потому что в России был Booking.com и Airbnb, вот, и конкурировать там с мировыми гигантами нам не хотелось. А у нас тоже всегда, как и у всех компаний, есть вопрос ресурсов, да, и фокуса, потому что у нас ограниченный ресурс разработки, продуктовый ресурс, фокус нашего внимания, фокус маркетинга, мы его инвестируем в те направления, которые считаем ценными. И долгие годы раздел посуточной аренды развивался меньшими темпами, поскольку только. Но нас всегда вдохновляло, что там с самого начала была классная аудитория хостов, вот, если там в таичном рынке это риелторы, здесь хосты, да, те, кто размещает, это управляющие компании, собственники или те, кто управляют объектами посуточной аренды размещают. И они всегда очень хорошо отзывались, и в в Петербурге, в Москве у нас сложилось такое сообщество клиентов, которые нами используются. И нас вдохновляло, что, несмотря на большую конкуренцию на рынке, то, что у нас несовершенный продукт, нами пользуются активно, мы получаем много фидбэка, и нас все спрашивали, ребята, когда вы будете активно развивать посуточную? А мы говорили, слушайте, ну вот, пока вот так, да, посмотрим. Вот. А 22-й год, понятно, все перевернул. Уход Букинга и Airbnb открыл рынок для российских игроков, начался большой передел, и мы тоже здесь увидели вдохновляемые долгими годами той базы хостов, которая у нас была, особенно в столицах, да, и которая нас любила, и в Петербурге, и в Москве, а это оба туристические города, да. Мы вдохновляемые их и просьбами, и поддержкой решили, что мы тоже активно идем в развитие посуточной аренды. И вот в 22-м году мы начали, мы с точки зрения и продукта, и маркетинга активно развивались и 22-й, и вот 23-й год, и планируем продолжать это в 24-м. То есть для нас рынок посуточной аренды стал интересным. Мы сейчас работаем над тем, чтобы наш продукт соответствовал тем ожиданиям, которые сложились на рынке, да, активно занимаемся маркетингом и привлекаем хостов со всей России. Нас вдохновляет обратная связь, которую мы получаем. Мы очень много получаем такого положительного фидбэка, вот, что дает нам сил и понимать, что мы на рынке посуточной аренды вполне можем создать хороший продукт. Ты сказал о том, что ЦАН, в принципе, не раскрывает информацию о том, какие сервисы будут запущены в ближайшее время, но в целом, на твой взгляд, какие сервисы будут развивать классифайды, помимо тех, которые связаны непосредственно с рекламой объектов, и, собственно говоря, на какие имеет смысл делать ставку сейчас? Ну, смотри, я могу еще раз повторить, скорее, это вот больше показывает, что мы развиваем, да, помимо продвижения объектов. Это все, что связано с оценкой, все, что связано с программой заработали с ЦАН и вот сервисами про электронную регистрацию, ипотечную, ипотечный маркетплейс у нас исторически есть, возможность бронировать новостройки, отдельно, но есть субкатегория, да, коммерческая недвижимость, которую мы тоже активно развиваем, посуточная аренда, которую только что говорили, новостройки, где мы там тоже работаем над продуктом, причем мы там работаем в трех направлениях, делаем удобный продукт для наших любимых девелоперов, клиентов, да, с точки зрения личного кабинета, биллинга, баланса и так далее, нам есть что поделать для наших любимых покупателей потенциальных, тех, кто ищет недвижимость, да, и для там смежных вертикалей, например, для тех же риелторов, которые тоже прикрепляют свои объявления, например, уже вторичные или там по переуступке к каталогу ЖК и так далее, то есть там большая история, вот, поэтому теперь те же основные векторы, то есть классифайды будут уже больше, чем классифайдами, и стараться дать клиентам максимальный спектр полезных сервисов и инструментов, поэтому, ну, для риелторов здесь, например, возвращаясь к нашим любимым клиентам, здесь только хорошая новость, потому что сервисы будут становиться удобнее, быстрее и, самое главное, большинство из них будут бесплатные, то есть те, ради чего нужно было там свои доработки вести, инвестировать там в свои CRM, многие эти истории будут доступны на классифайдах совершенно бесплатно. фейковые объявления, очень часто, собственно говоря, риелторы волнуются, да, о том, что они размещаются на классифайдах, как боретесь с ними? Слушай, ну, опять же, тут, как всегда, важно, мы играем за себя, то есть, ну, как бы, коллеги по рынку и другие игроки, другие классифайды, наверное, каждый за себя скажут, мы исторически гордились нашим качеством в Петербурге и Москве, ну, и рынок нам, риелторы, опять же, Петербурга, Москвы не дадут соврать, у нас всегда была самая жесткая модерация исторически и самое высокое качество контента. Такое же мы стараемся поддерживать и в остальных регионах, в наших активных регионах лидерства, такие как Новосибирск, Екатеринбург, Омск, вот. При этом есть свои особенности. Мы следим за метриками качества базы, да, есть свои метрики, по которым мы определяем, как раз, насколько наша база качественная, там, уровень фейков, уровень, там, недостоверных или некачественных объявлений. Кстати, мы, вот я уже сегодня упомянул про программу «Работает честно», мы как раз верим, что нужно стимулировать не только, что называется, морковкой сзади, да, там, модерации, санкциями и так далее, а еще стимулировать работать честно. Вот у нас эта программа «Работает честно», там, девиз «Честно быть выгодно». Когда как раз мы даем всякие плюшки, уровни бесплатного продвижения, заметность выдачи риелторам, тем, кто качественные объекты размещает, следует правилам, имеет мало нарушений. Кстати, вот, ты спрашиваешь про анонсы, я надеюсь, там, в ближайшие месяцы мы тоже порадуем большим прогрессом, запуском в этой сфере еще по помощи риелторам, качественной, вознаграждению риелторов за качественную работу на ЦАМе. Вот, поэтому, ну, есть и темная сторона, да, не все регионы одинаковы, и вот столицами мы гордимся, потому что это исторически наши регионы, да, там, ЯМЛС в Петербурге, ЦАМ в Москве, когда все начиналось, все на один наш в Новосибирске, Екатеринбурге и Омске, вот, и в других городах Сибиры и Уралы. Есть отдельная история, это южные города, с, как мы называем, там, главный, самый сложный город, это Сочи, но это уже уровень, там, байков, баек и так далее. Мы все понимаем, почему, потому что в том же Сочи стоимость квадратного метра не намного меньше, чем в Москве, а комиссии самые высокие в стране, а там, где платятся большие деньги, как в одной поговорке, капиталист пойдет на все ради 100% прибыли, а это толкает, как бы, на определенную культуру. Вот, и в южных регионах с этим сложно, там сильно, там, вот, из-за, там несколько факторов сразу, наверное, вот, когда мы сами анализировали, у нас огромная часть модерации занимается там, условно, Краснодарским краем, Сочи, в частности. И когда мы сами, там, последние годы анализировали эти причины, там, наверное, вот несколько причин основных, почему там так, в Петербурге или Москве нет. Основная история, ну, первая это огромное вознаграждение, то есть, комиссионное вознаграждение, которое даже превосходит, например, столичные, петербуржские, московские, что, в принципе, оправдывает многие действия. Вторая история, то, что там покупатели, что называется, одноразовые, то есть там очень большой поток в основном покупают же не местные жители покупают приезжие ребята из регионов и там риэлторы меньше боятся вот этих всех схем потому что уж не буду там цитировать их фразы но в общем они надеются вот поймать его человека в тюмени который зашел на национ увидел там эту квартиру за 3 миллиона в море в сочи восхитился поехал до потом объяснять что эта квартира там не за 3 а за 30 а вот и она уже продана а вот хороший есть за 25 но далеко в горах там без канализации то есть из-за того что клиенты тоже не разбираются в локациях они легче обманываются это это вторая причина третья причина это тоже на активная миграция среди риэлторов очень много приезжих тех кто не боится за свою репутацию то есть вот такой возник коктейль и почему нам сложно не только нам другим классифайдом с этим работать можно победить ну то есть очень важно вот эти исходные предпосылки если в регионе сложилась ситуация что там типа условно фроду хотят заниматься 5-10 процентов риэлторов 15 это можно победить мы там одну лидер рынка классифайт может победить но если типа так доля риэлторов на больше 50 процентов там 50 70 процентов кто считает нормой там стараться размещать фотки из майами там виды из окон из дубая как бы и все это причем они там в этом плане возвели эти фейки называть фонарями в рамках искусства я ничего сказать там ребята там учатся обходить все системы блокировки эти ищут эти фотографии там с ракурсов по-разному то есть там реально тратится серьезные интеллектуальные ресурсы чтобы научиться на классифайдах размещать всю эту историю обойти модерацию при этом да и но еще это говорит почему и вот это это реально сложно и поскольку мы классифайдами еще не договорились там об единой политике вот каждый по себе не может победить когда еще раз высокая комиссия одноразовые покупатели одноразовые части риэлторы которые не держатся свою репутацию и все это приправлено огромный что это нормально в культуре до риэлтора там сочи что огромная доля риэлторов так считает мне вопрос хорошие неплохие другой вопрос потому что есть сообщество во главе с женей проскуренном который пытается это поменять до гильдии риэлторов сочи и так далее и есть активные шаги и мы тоже рады поддержать коллег в этом плане но это вот вопрос культуры и мы видим что прямо есть регионы где с этим сложно а есть регионы которыми мы гордимся поэтому видишь вопрос вот канал спрашивать про модерацию часто прошу про сочи но наш ответ ну ребят давайте посмотрим петербург москву слава богу близко нет той проблемы которые есть там и наоборот мы хотели бы конечно чтобы сочи но и мы верим что долгосрочно удастся привести южные регионы и там же только сарский край то на самом деле в ростовской в ростове там в к в км в тоже есть история такая потому что там где высокие комиссии исторически приняты такие модели работы там есть эта история вот поэтому только сарский край это вообще весь юг части там этим болеет в той или иной степени поговорим про организацию работы насколько я помню вот именно в период пандемии циан полностью перешел на удаленку продолжаете работать сейчас собственно говоря тоже в удаленном формате вот как удалось перестроить работу скажем так не маленькой компании на удаленные рельсы и почему решили остаться на них да вот кстати у нас будет марте четыре года как мы полностью сто процентов ушли на удаленку тут наверное самый главный мы к этому на самом деле не готовились вообще с одной стороны было просто уйти потому что мы эти компания условно у каждого рабочего у каждого человека рабочее место это его ноутбук ну там уберем какие-то нюансы связаны с кадром дело производством там ведь по закону нужно да вот но в целом да правда проще у нас нет оффлайн бизнеса у нас нет офисов где мы принимаем покупатели и так далее это все такая гибкая история нам было правда проще ну то есть онлайн всегда проще уйти на удаленку вот это понятно вторая история но при этом мы никогда об этом не мечтали и я помню даже у меня забавные воспоминания мы вот нашим менеджмент борт феврале двадцатого года обсуждали что надо усилить пилоты как раз по переходу на удаленку и это рассказал что вот коммерческий департамент будет последним который пойдет на удаленку я не верю в нее то есть но у меня были опасения что это реально повредит нашей работоспособности и как говорится хочешь решить бога скажи расскажи вам про свои планы там меньше чем через полтора месяца после этого разговора мы за три дня стали полностью удаленные полностью и при этом надо сказать что все эти годы мы анализируем нашу эффективность пытаемся понять плюсы и минусы мы для себя не увидели минусов по-настоящему в удаленке да то есть с точки зрения то падение производительности вовлеченности ярко мы это не видим при этом у нас огромное преимущество на рынке она к сожалению понятно обстоятельством обострилась и в двадцать втором году вот при том что люди но работающие из разных там уголков россии могут к нам присоединяться там и иногда это не только россия вот то есть это конкурентное преимущество потому что людям не обязательно приезжать петербург или в москву чтобы там присоединиться команде ца вот это можно делать там по всей россии по всей стране вот но это по ближнему зарубежью тоже а вот это это преимущество поэтому в общем мы живем четыре года вот как ты видишь мы сейчас в петербургском офисе с одной он новый мута переехали по январе прошлого года и гордимся и очень рады там премиальному офису в центре города но сильно меньше зато нам позволило сильно сократить наш предыдущий офис сделать ему компактным чтобы те ребята кто ходит вот чувствовали что офис наполнен людьми кстати такой появляется еще офис на туризм у нас только олеги приезжают кто-то при прикольно же приехать поработать петербурге да да в белые ночи и у тебя еще и офис есть то есть это еще такой стала историей к у тебя красивый офис там в москве и петербурге ты приехал поработал совместил это с туризмом то есть есть такие аспекты но и мы довольно удаленка и пока переходить не планируем обратно и как мы шутим нам даже некуда возвращаться потому что у нас все офисы мы сократили размер площади если мы захотим выйти у нас все люди работают уже не далеко не петербурге не в москве раз а второе офисной площади меньше чем количество сотрудников в офисе сколько работает человек процентам суши у нас вот мы периодически измеряя в петербурге но то есть это в районе пяти семи процентов на самом деле бывает но понятно что команда иногда собираются регулярно поработать когда собираются ребята команды на несколько дней поработать совместить это еще с каким-то тимбилдингом да там бывают пиковые моменты но в целом у нас исторически петербург 57 процентов москва чуть больше но там 15 процентов это предел средний вот и более того еще раз если когда мы уходили 4 года назад в основном там 90 процентов команду словно говоря там или минимум 80 было в петербурге в москве сейчас гораздо сильнее мы распределились сейчас уже в принципе гораздо меньшая часть команды там закреплена за двумя городами поэтому что есть команды которые точно в городе например продажи но и коммерческий департамент понятно он должен находиться там где ему клиенты поэтому ребята закреплены они на удаленке но они находятся в тех городах где находятся их клиенты и они готовы новостном случае это касается там крупнейших городов готовы приехать клиенту потому что то что на удаленке не мешает тебе как хоть каждый день быть на клиенте да просто едешь клиенту в офис они не в свой не кстати или там приглашаешь в наш офис но обычно клиенты сами хотят чтобы к ним приезжали вот поэтому в любом случае это не является проблемой вопрос про сочинский конгресс сочинский всероссийский жилищный конгресс активно к нему готовимся пройдет он у нас 15 по 19 апреля крупнейшая конгресс на выставочная площадка россии университет sirius циан традиционно будет участвовать в наше мероприятие и на твой взгляд какие вопросы на нем нужно обсудить да в первую очередь на конгрессе и чем удивить и участников на территории инноваций которая будет работать в рамках конгресса здесь я хочу сказать что мы исторически мы 16 года очень близкий партнер жилищного конгресса и гордимся у нас там уже девятый год пошел и мы рады быть партнером и поддерживать и вместе мы помним как конгресс вот мы с тобой до эфира обсуждали как конгресс ростом с гостиниц с площадки прибалтийской в петербурге и сейчас это уже sirius да и тут я хочу сказать что это крутейшие обязательно всех уважаемых зрителей кто смотрит профессиональное сообщество не только риэлторы но и девелоперы строители приезжайте в этом году лучшая площадка наверное россии даже на будет для вожака вот это круто с этим я поздравляю тебя володю николаеву и всю команду вожака реально большой шаг крутейшая площадка вот а что касается кстати перспектив что обсуждать тут как раз очень хорошая история обычно вот мы сейчас сказали к сожалению о том что часа некое охлаждение рынка так вот это прекрасное время всегда кстати для конгрессов и для всех участников рынка приехать пообщаться потому что когда на рынке становится холодно появляется дополнительный спрос на то что вы делать чтобы там не то что повысить продажи до удержать их на уровнях поэтому это будет а скорее всего лейтмотивом и самой активной темой для обсуждений и всех секций и столов на конгрессе я кстати призываю всех участников как раз приехать потому что именно в годы и в периоды когда рынок охлаждается или происходит какие-то к сожалению там негативные события надо ехать встречаться с коллегами зарядиться от них энергии зарядиться новыми идеями и общаться поэтому как раз конгресс в это время особенно ценен и востребован вот и мы обязательно будем там большой команды и максимально как всегда как ключевой партнер представлены на цена на вжк вот и будем рады увидеть максимально количество участников вот будем вместе покаять вершину в 10 тысяч и мы верим что планку эту без проблем преодолеем мы все про работу хотелось бы задать все-таки личный вопрос еще чем-то занимаешься во внерабочее время да какие хобби увлечения есть у тебя какие фильмы и книги нравятся коммерческому директору цен слушай но я очень люблю поговорку найди себе любимое делаете не придется никогда работать вот я в нее очень верю вот и понятно что есть дело любимое которыми занимаюсь и там меня не по дня не любил слова работа вот есть дело вот и это и есть там лучшее удовольствие вот без красного словца вот а так в целом безусловно надо уделять время семье вот это тоже всегда драйвер который дает нам тоже силы важно с точки зрения хобби у меня нет как раз каких-то экзотических историй требующих времени обычно но помимо то времени семьей это спорт потому что но спортом я занимаюсь много потому что это скажем так это необходимость для того чтобы быть выносливым в работе в бизнесе нужно быть физически выносливым поэтому спорт скорее это нужно для того чтобы поддерживать высокий уровень энергии да и жизненный тонус вот и но в спорте там ничего особенного триатлоновая группа бег велосипед плавание вот там зал вот с точки зрения но такого небольшого достигаторство это марафоны вот я стараюсь там два марафона в год бежать петербург петербургский белые ночи и москву пользуюсь очень тоже всех приглашаю кто бегает вот увидимся там вот приятности видеть что многих участников рынка недвижимости у нас там есть условно говоря кружок ты мы так бегаем и встречаемся на как раз ключевых марафонах вот плюс я люблю очень бизнес литературу потому что почему я открыл для себя раньше много читал сейчас я в основном слушаю причем не аудиокниги я для себя лайфхак нашел потому что вечером устаешь глаза устают зато много времени мы проводим там идем зал там ходишь по залу там куда-то ты идешь а если не работаешь а вот это время лайфхак по утилизации я открою для себя слушаю не слушаю музыку я слушаю книги причем не аудио а прямо в читалке до электронную книгу включаешь голос сейчас прекрасные роботы до угла который читают уже там голосом человека не механический голос а прямо уже там классный уровень уже как из искусственного интеллекта условно говоря и технологий и читают голосом и это сильно повышает производительность потому что я верю что но в обычной жизни очень редко это такое называю виртуальные два из реборта виртуальные советники или учителя вот тех людей которые написали книги в обычной жизни очень сложно встретить да ну и мы встречаем благо какой кого я знаю там условно лично но напитаться их мудростью их мыслями взглядом на бизнес до который поэтому как пишет книгу уже думает да он анализирует это даже не просто там прямая речь это обычно проработанный труд и вот иметь мне возможность читать главы основных мыслителей об области бизнеса менеджмента там экономики это всегда большое наслаждение поэтому имеет такое вот хобби помимо спорта это бизнес литература вот который там я тоже вдохновляет и идеи дает или просто там некая медитация мысленная ну что ж спасибо тебе большое до встречи на сочинском конгрессе серьезно рад был видеть спасибо друзья приезжайте в сочи на конгресс и вот и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok